Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна Все они жители дома номер 43 по улице Мостостроителей. Многочисленные проверки показали. Смолой течет кровля. Но толку от проверок нет, как и от обращений в разные инстанции. Кругом отписки, а помочь так никто и не может, уверяет пенсионерка. Во все организации, которые существуют в Ульяновской области и в ЖКХ, и везде-везде одни отписки к смолу так и капает. Никто мне не может помочь. Проверяли несколько раз. Это допущена ошибка при строительстве дома. В надежде быть услышанной, женщина решила озвучить свою проблему Сергею Морозову, который приехал на встречу с жителями района. Как оказалось, вопросы губернатора возникли не только у нее. Перебивая друг друга, почти каждый хотел высказаться о наболевшем. Одна из главных проблем – благоустройство. Жители платят деньги, а результаты не видят. Ни детских площадок, ни нормальных тротуаров. А в темное время суток кругом сплошные улицы разбитых фонарей. Не поселок, а гетто, звучит из толпы. Территориально поселок делится на две части. Вот большая часть, где основное количество жителей живет. И есть небольшая часть, которая вот с правой стороны, как подъезжаешь с улицы Краснопролетарской. Там, к сожалению, сделать практически ничего не удается без участия руководителей города. По уличному освещению, значит, когда я увижу реально, чтобы фонари работали? Там столбы есть у нас в поселке, просто нужны лампочки. Полностью ревизию проведем в течение недели. Все опоры, где есть светильники, будут подарить в течение недели. Там, где нет светильников на опорах, конечно, нужно составить. Будет смету, здесь провод посчитать нужно. Будем, конечно, через неделю готовы. А почему это? Деньги жителей, как в трубу и по части ЖКХ. Завышенные тарифы, а по факту нетепла, ни ремонта в домах. Но больше всего жителей возмущает хамское отношение со стороны управляющих компаний. Я дам сегодня поручение с завтрашнего дня. Вот Соротин здесь тоже стоит. Вот руководитель жилищной инспекции, чтобы здесь разобрались и с тарифами. И, надеюсь, вот министр здесь пройдет и посмотрит тепловые контуры всех зданий. И вот таких бараков, прошу прощения, что мы их так называем, да, и вот этих многоэтажных домов. Естественно, к сожалению, мы не можем сейчас констатировать, что в каждом доме есть человек, который берет на себя ответственность представлять интересы жильцов в общении с той же управляющей компанией либо с контролирующими органами. Еще одна проблемная точка – транспорт. Единственная здесь маршрутка номер 72 не соблюдает график, а сама схема – из ряда вон. Жители устали переплачивать за два километра пути. Население предложили убрать частника и пустить через мост состроителей государственный транспорт. Мы можем вам пустить сюда автобусы, но при условии тогда, так сказать, о том, что мы разорвем отношения с этим перевозчиком, чтобы вы потом нам не писали жалобу о том, что куда делся наш любимый перевозчик, а вы тут и запустили нам автобусы. Губернатор дал поручение решить вопрос и по социальной аптеке в районе. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова